Каждый уголок Петербурга можно использовать для занятий спортом, если заходить. Твоя территория расскажет о самых интересных местах в северной столице, где можно пробежаться, проходиться на велосипеде и не только. Парк Сосновка в Выборгском районе – это совершенно уникальное и удивительное место, где еще можно заняться почти любым вином спорта прямо посреди леса, подышать свежим воздухом, не покидая города. Два шага от дороги – и ты уже в глубине лесной чащи, только она со всеми удобствами, как будто парк развлечений. Аллеи для бега и прогулок, тренировочные площадки и множество спортивных объектов – футбол, волейбол, стрельба, теннис, все что угодно. Хотя в темное время суток в глубине парка все-таки тревожно и небезопасно. Мы уже недавно посещали здешнее футбольное поле, но не ради матча, а во время апрельского кросса «Весна», когда были заполнены и трибуны, и все дороги вокруг поля. А сегодня мы пришли на самый колоритный спортивный центр Сосновки – настоящий местный бренд – это здешний шахматный клуб. Посиделки настольных игр у старого деревянного павильона в Сосновке проводятся с незапамятных времен. Несколько поколений гроссмейстеров успело смениться, чемпионы выигрывали и проигрывали, а здесь все также играли на открытом воздухе на старых столиках. Когда-то безумно популярной игрой было домино, потом ему на смену пришли шашки и шахмат. Возможно, со временем тут и современные настолки появятся, как и профессиональные столы для них. В 2020-х сильно обдвешавшее деревянное шахматное пространство решили облагородить. Просьбу о реконструкции павильона городским властям направил известный шашечный гроссмейстер, судья и теоретик Николай Негра. На тот момент павильон уже собирал до 300 человек в неделю, но внешний вид оставлял желать много лучшего. Кстати, всего в Петербурге шахматистов порядка 20 тысяч человек. Это только те, кто занимаются на постоянной основе. И вот появился новый павильон с несколькими столами на открытом воздухе и несколькими под крышей. Внутри имеется даже стол с правилами преферанса, специально для старших поколений, заставших колоссальную популярность этой карточной игры. Правда, зимой у шахматистов было много претензий к новому павильону. Прежде всего, жаловались на воду, стекающую с крыши, и образующую наледь, а также на слишком неудобные низкие скамейки, которые расположены под крышей. Плюс, хотя сооружение стало более капитальным, но в промозглую питерскую зиму это все-таки не спасает. Ветер дует. Так что всегда найдутся недостатки, которые нужно устранить, и вы сами можете оценить комфортность этого павильона, если придете сюда. В любом случае, шахматный центр под открытым небом продолжает привлекать игроков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok